Всем привет, дорогие подписчики! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня у меня немножко новая рубрика. Мы распакуем посылки с сайта Тиму, и мне будет помогать моя мама Ирина. Я. Вот. Я думаю, может быть, уже распаковка палетов немножко всем. Надоело. Я хочу дать новую рубрику. Сайт Тиму – это что-то наподобие Шейна. Я не знаю, если такой сайт есть. Алиэкспресс. Да, если такой сайт есть и в России, и в Украине. Но посылка пришла за неделю, и пришла она с Нью-Йорк. Вот. Напишите в комментариях, если у вас тоже есть такой сайт. Ну что ж, у меня здесь есть около 28 айтемов. О-оу. Немножко здесь, немножко здесь. А эта посылка, она как бы немножко прицепом пойдет. Она по бизнесу там кое-что. Вот. И я не знаю, как они упаковали сюда 28 айтемов. Нет, наверное, здесь будет около 24. Но там и обувь, и сумки. Вещей. Там столько всего. Одну вещь заказала моя мама, одну вещь я заказала ей в подарок. Так что она даже не видела и не знает. Да? Вот. Да. Так что тебе будет сюрприз. Ну что ж. Много разговаривать. Поехали. Не будем, да, будем распаковывать. Давай начнем. С маленькой. Давай с маленькой. С бизнеса? Да, с бизнеса. Давай. Это я заказываю такую ленту тоже с Etsy. Я, кстати, работаю на Etsy, и мне много чего нужно заказывать с Etsy. Вот их компания, Label In. Кстати, из Майами. Вот. И они мне присылают вот такую ленту. Твой логотип, да? Клеящуюся. И у меня есть специальный такой диспенсер, не знаю, как он называется. Короче, в него ложишь вот эту ленту, льешь туда воду, и благодаря воде он начинает клеиться. Я надеюсь, я нормально. Клеишь водой, в общем. Да, он приклеивается водой. Очень удобно. Я не использую скотч. А куда ты их клеишь? На коробку. На какую? Твой товар? Да, твой. У меня бизнес на Etsy, как вы уже все знаете, а кто-то еще, может, и нет. Тейл оф дуэйл, это мой бренд. Вот. И, да, я не использую скотч, не люблю пластик. Вот. Короче. Переходим к посылкам стимул. Давай начнем с большой или с маленькой? С маленькой. Давай с маленькой. С маленькой, да. Вот. Кстати, я буду вставлять скриншоты, сколько это все стоило. Каждый айтем. Вот. Если вам совсем что-то будет интересно, можете написать, я скину ссылку. Все это мне обошлось в 150 долларов, но я получила купон на 100 долларов, поэтому я заплатила всего 50 долларов. Да ты что? Как ты нашла этот купон? А вот, надо знать секреты. Итак, что мы тут имеем? Первое. Я надеюсь, вам будет видно. Вот такие сережечки. Давай их распакуем. Давай. Я думаю, мы можем по очереди распаковывать все посылочки. Хорошо. Вот такие сережки. Ух ты, подожди, кажется, их три, нет? Их две. А, вот так. Вот, давай я сяду поближе. Сори, мы снимаем такой формат первый раз, так что это такой пробный вариант. Вот. Ну-ка покажи, покажи, покажи. Да, такие сережки. Я редко нашу, но, кажется, пора. Да. Давай я покажу, подвижу в камеру. Очень выходной такой вариант, я бы сказала. Вот такие. Ну что ж, окей. Так, одобрям. Одобрям. 10 из 10. Это тебе, это следующая посылочка. Так, что это такое? Так, какие-то зубки нарисованы. Расскажи, что это. Как я помню, это стоило около пару долларов. И это для отбеливания зубов. Можно открыть? Да, и там были очень хорошие отзывы. Я решила заказать и попробовать. Потом вам расскажу. Сработали. Порошок. Там порошок, вот, его как-то наносишь, и у тебя отбеливаются зубы. Да? Да, давай посмотрим. Порошок там. Как неожиданно, здесь популярно полосочки наклеивать. Такого мы еще не пробовали. Но в следующем видео мы будем с белозубами улыбкой. Посмотрим. Да, вот такая вот упаковочка. Ну что ж, хорошо, переходим дальше. Потом расскажешь, да, о пользовании, вообще о качестве всего, что мы... Да, если кому-то интересно, пишите в комментариях, как вам вообще такой формат. Так, следующее. Это я заказала такие наклеечки. Да, это наклейки. Я ложу по ссылке свои заказы. То есть я ложу свою карточку, я ложу карточку, где благодарю клиента. И вот такие наклеечки. Подарочек. Дифтик, да, такой? Что-то там около 50 центов или доллара, я не помню. А что на этих наклеечках? Сейчас покажу. Я такие раньше использовала, но на Амазоне они стоят 5 долларов. А на Тиму вот копейки. Здесь, короче, такие... Океаническая тематика. У меня бизнес на океаническую тематику. И вот хвостики, да, волны, пальмы. Ну, и я по одной такой ложу посылки. Вот. Ну что, переходим дальше. 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 Вот эту большую коробочку. Вот эта мне нравится. Вот, вот, вот. О, это я ждала долго. Ничего себе! Да, распаковывай, а я расскажу, что это. В общем, это стоило, по-моему, 14 долларов. Там находятся трое духов. И они как бы... Как это сказать? Брендовые, но это не оригинал. Более дешевый вариант брендовых запахов. Да. Вот мне интересно, насколько они вообще отвратительны или нет. Так, помогай. Тяни. Опа. Такие духи у меня были, мне мама дарила гучи. Вот это я точно знаю, что гучи, и они пахнут джесмином. Вот эти двое я не знаю. Вот так, по-моему. Вот так. Их распотраживаем тут. Вот, наконец. Вот так выглядит. Ну что? Давай нюхать. Давай нюхать. Так, и название какое-нибудь говори. Есть там какое-то название или нет? Так, первое. Ой, не сломать зубы, ничего. Давай мне пробочку. Я слышу. Пробочку? Да. Flowers of cherry. Цветы черешни. Черешни. Очень вкусный запах. Кстати. Легкая сладинка. Мне вот это очень нравится. Такой приятный, женственный. Если кто-то знает, что это за бренд, ну типа бренд, то пишите. Я такой не знаю. Ага, к следующей. У меня пробочку. Dream Garden. На пробочку. Эти такие резкие. Да. Сейчас, подожди. И они напоминают такое немножко, немножко муськие. Более островатый цитрус, может быть. Грибфрут, я слышу. Чуть-чуть. И цветочный аромат. Вот так я бы их описала. Сад мечты, однако. Вот. Такое название. Dream Garden. Сложно передать запах. Я вот не могу понять, но он такой резкий. Но они вот непритерные. Мне нравятся, кстати, эти запахи. Я не могу сказать холодные, но немножко есть. Холодноватый, с цветочным, чуть-чуть цитрусовый грейп. Вот что-то грейпфрут, да. Кстати, я знаю вот духи, которые продаются дешевые. И вот их нюхаешь, и прям как туалетная вода. Я начинаю чихать. Не хочется мне себя наносить. А вот эти приятные. Может, они не стойкие, но они приятные. Так, попробуем потом. Да, этот я знаю запах. Это жасмин. Вот так называется. Ну что ж, пробочку. Да, это жасмин. Чистый жасмин. Легкий-легкий аромат весны. Я его, у меня был точно такой же сайз, и я его полностью использовала. Ой, мне вот этот больше всего понравился. Да, и они мне поднадоели, так что, возможно, они пойдут в нами. Спасибо, дорогая. Спасибо, дорогая. Это один из твоих подарков. Спасибо. Так, ну что ж, продвигаемся дальше. Следующая. Дальше. Так, я вижу. А, это такая помада. Она стоила, по-моему, в доллар, или в доллар 70 центов. Да. И она в виде мороженого. Да? Да. Помада мороженое. Что-то новенькое. Сейчас мы это... Ну, это китайцы, да? Узнаю. Такая маленькая. Как лак. Я не знаю, это... Покажи, да я рассмотрю ее. Кстати, я первый раз заказывала с такого сайта китайского. Открывай. Это получается как бальзамчик, возможно, да? Я не знаю, но у нее были очень хорошие отзывы. Скажи. Ну, придется накрасить перед камерой. Мне кажется, она такая яркая. Ну, накрасить. Давай, мазань. Нет, ну, вот так вот просто и губки. И что, я буду... Да, я тебе скажу. Хорошо, Леня? Да. Да, нормально. Так вот. Ага. Ну, такой малиновый холодный оттенок. Да? Хорошо, хорошо. Идеально. Я не могу так положить съемку. Я говорю, что после этой распаковки мы будем... Мама пойдет себе заказывать. Следующий пошел, да? Та-дам! Это манечка. Давай поближе так пока. Хорошенькая. Мне кажется, она будет коротенькая. Ну, ладно. У нас тут очень жарко. У нас будет на следующей неделе 97 градусов. 35, да, что-то? 36. Это что-то уже ближе к 40. Ну, знаешь, если талия есть, почему бы и не показать? Да. Не, ну что? Следующий. Еще следующий есть. Ничего себе. Ты нам разорила. Это только маленькая. Есть тему. Да мы тут будем снимать, чувствую. Два часа. Мне кажется, это очки. Это можно будет, кстати, примерить сразу. Мама даже не видела, что я заказывала. Я ничего и не показала. Кроме сумки. Кроме сумки. Я течение сумки сказала. Я не выдержала. Что это? Да, похоже на очки. Темные. Да, это как я хотела. Для видео я же блогер. Это похоже на Бонд. Джеймс Бонд. Не знаю. Ну, это такие шпионские. У меня такие идут. У тебя все идет, дорогая. Все идет. Так, можно буду продолжить в очках? Я, кстати, никогда не ношу очки, а нужно. Да, нужно защищать. Как в них видно? Они очень темные. Наверное, если выйти на улицу, то будет нормально. В комнате слишком темно. Ну, вот у меня есть очки солнцезащитные, наконец-то. Я не очень люблю очки. Я не люблю... Вот кольца, браслеты я ношу, но все равно мешает. Очки и все такое. Но надо, надо, надо. Красивые. Мне нравятся. Опять же, стоили пару долларов. А, вы знаете, как я ношу очки? Очки на очки. Сейчас посмотрим. Кстати, давай. Кстати, это твоя форма. Да. Вау. Тебе вот не круглые. Тебе вот такие надо. Супер, мне очень нравится. Ну, ладно, посмотрим. Зеркала тут нет. Напишите, как вам стоят мне такие... Сейчас я побегу, да, такая, из ванной. И побегу. Чувствую очки пойти к маме. И побегу. Ну как? Да, мне нравится. Мне нравится. Так, осталась еще большая упаковочка. Да, точно. Мне так нравятся эти духи, которыми я вот сейчас пошикалась. Вот эти. А мне вот эти. Да. Так что? Побрызгайся. Вообще тебе так идет. Все, сиди в ней. Да. В общем, это как это? Я себя не обделил, да? Это тебе, это мне. Это мне, это тебе. Я себе не обделил. Торжественно открываю упаковку. Только аккуратно, потому что там все так сколко. Помогай. Держи тогда его за шкирочку. Я не верю, как они туда все увнестили. Не могу поверить. Сейчас посмотрим. Ну, знаешь, с этой маленькой коробочки мы достали. Слушай, давай не будем заглядывать, а давай просто так будем вытягивать. Что пойдет? Хорошо. Ну, все, не отрывайся. Хорошо. Так. Вот это запускай руку, да? Давай, твоя очередь. Мне так нравится. Я чувствую, у меня будут каналы распаковки посылок. Обувь. Ого. Ого. Это те, что ты говорила, куда ты их будешь носить. Я такая, ну да. А потом в конце все-таки закинула в корзину. Мне очень нравится. Такой стиль элегантный. Ничего себе. Туфли. Вот такие. Ну, слушай, даже не отвратительные. Очень аккуратные. Кстати, недорогие по 8 долларов стоили. Вот здесь замочек. Так. Я в конце это все померю, как вы помните. Мне нравится. Очень хорошенький. Так, а второй там? Вот второй. Это тебе. Какой тут размер? 39. Ну да, это мой. Так, застаем второй. Мне нравится такой стиль. Да. Очень элегантный. Мне очень нравится. Буду в конце. И замочки, обожаю. Примеряюсь. И у них каблук невысокий, невысокий. Не надо. Я и так сильно высокая. Вот такие. И знаешь, все выглядит... Сколько стоит? 8 долларов. Я вот здесь ставлю скриншот, потому что я так все в памяти. Все выглядит именно так, как у них на фотографиях представлено. Ничего тебя не разочаровало, да? Все в нормальном качестве, как у нас продается все в наших магазинах. Просто в каком-нибудь, не знаю, Тиджима. Нигде клей не висит. Очень аккуратненько сделано, да? Да, отлично. Окей, будем мерить. Я очень рада. Так, давай, запускай в мешочек с подарками. Который уже торчит. Тяните, тяните, они что-то большое. А, это джинсовка. Это джинсовка. Вот представьте, все вот это, что мы сегодня достанем, это 150 долларов. Ну, в целом, цена. Так, открываем. Она стоила, по-моему, будем проверять мою память. Вы увидите все на скриншотах, а будем проверять мою память. Кажется, она стоила 14 долларов. Обычная. Так, размерчик. Хотя не очень-то она выглядит, как обычная. Джинсовка. Я очень люблю вот этот стиль. О, какая, да? Пробойски, да. Там где-то должна быть шляпка. Знаешь, она выглядит как джинс, но это очень нежный и мягкий джинс, я бы сказала. Он не грубый. Очень приятный. Ну, набрось на себя. Ну, ладно. Просто не хочу, чтобы на микрофон попадал. Надеюсь, она мне подходит небольшая или большеватая, кажется. Сейчас посмотрим, как микрофон не трогать. Так, вот здесь, вот здесь, нижняя. Покажи, встань. Да. Хорошо, да? Это твой размер. Только надо... Рукавчики немножко тут кажутся широковатенькими, но когда ты одела, то все хорошо. Либо можно закасать. Это надо стекать. Ну, она такая, типа, оверсайз. Очень красиво. Ну, у меня все такие. Белый – это явно твой цвет. Да, но я люблю черный. Но я решила разнообразить. Твой цвет – это белый, да. Послушалась мама называй. Слушайтесь, мама. Ну что ж, мне довольна качеством. Слушай, я опять удивлена качеством. Все отлично. Мне очень нравится. Очень красиво. Покажи, вот прострочки все, да. Посмотри, как нигде нитки не торчат. Посмотрите. Вот, ну, если где-то видно, вот как петельки сделаны. Я просто из семьи и швей. У нас в семье все швей, но не я. Зато я знаю, да, что такое хорошее, ровное, качественное прострочки. Хорошее качество. Так, хорошо. Я люблю вот оттуда доставать. Слушай, это будет сумка. Я жду сумки. Я обожаю сумки. Я бы их коллекционировала. Носила бы каждый день разные. А, это шортики. Шортики. И что-то мне подсказывает, они мне будут большего. Может, и нет. Может, опять мне. Да, мама у нас на диете. Она худеет. Ты уже скинул сколько? Три килограмма? Три с половиной, да. Да, у мамы есть свой инстаграм. Я его вот здесь оставлю. И она там делится своим опытом похудения. Переходите. И кажется, это для нее. Ну, не знаю. Может, и для тебя. Талия для тебя, а все остальное для меня. Я вижу, что они большеваты. Ну, они такие широкенькие. Ну, ты померяешь потом, да? Мы потом померяем. Это написано, кстати, XS. То есть, это не просто small, а extra small. Супер small. Американский. Обратите внимание. Ну, мне на них нужно толстеть. Но мне очень нравится их дизайн. Ну, такой обычный. Ну, необычный такой. Мне нравится стиль такой. Слушай, ну, у меня есть такая юпочка, которая, знаете, у каждого есть такие джинсы, к которым мы хотим похудеть и влезть. У меня есть такая юпочка. Вот у тебя теперь будут такие шортики. Они мне так нравятся. Ну, хорошо. Давай потом померяем, посмотрим, да? Это самый маленький. Снимем, что получилось. Я вижу то, что я не такая. Я вот такая. Ну, ладно, мы померяем и там будем посмотреть. Все, не будем затягивать нашу шторку, потому что там еще столько. Сумка, 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 сумка. И сумка. О, я знаю, что это. Это не подарок, это мама сама себе заказала. Показывай, что это. Значит так. Я люблю очень красивые шторки в ванную. Вот эти вот, которые висят над самой ванной. Поэтому, так как здесь в Америке очень скудно, здесь такие, знаете, консервативные цвета. Бледно-розовенькие, бледно-голубенькие, белые-серенькие. И так вот все грустно. То я решила обратить свой взор на китайский сайт. И посмотрим. Я маме говорю, мам, а хочешь себе что-то заказать в сумме? Я вот тут себе заказываю. Она говорит, да, давай я закажу себе шторку. Я говорю, ты не хочешь себе там колечко, браслетик, духи? Нет, не надо что. Мне надо шторку в ванную. Ну, что я могу поделать? Я у каждого свои странности. Так. Так. Сейчас, сейчас. Вера, встань, пожалуйста. Давай возьмем. Нужна помощь. Нужна помощь зала. Береза, этот край. Вот так. Давай чуть-чуть поднимем. Та-дам. Вот такая шторка. Эльф или феечка? Да. На грибочке. Ну, да, посмотрим. Прикольно. Посмотрим, как это будет смотреться, мои ванны. А как ты думаешь, по размеру там нормально? Да, нормально. Ну, она иногда будет вот такая. Феечка, вот так. Шторка собирается. Можно оставить еще две фона на видео. Для фона. Гвоздик есть один. Ой, прикольно. Вот, я на фон гвоздик. А тут мне надо... Опять же, мама, чем вы занимаетесь. Мы делаем фон для видео. Мы девушки творческие. Не хватает. Надо сейчас подвинуть. А вот подвинуть туда. Все, нет? Так, давай за ту дверь. Опа. Все, творим. Еще чуть-чуть, нет? Закроется. Ну, прекрасно же. Прекрасно. Так, давай продолжаем. Так, значит... Феечка появилась. Своя очередь, тяни. Та-да-да-дам! Я уже вижу. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Ой, она такая маленькая. Я думала, она будет побольше. Нет, я и думала, она такая на картинке. Я больше всего ждала, наверное, эту сумочку. Да. Ой, слушай, ну красивая. Красивая. 8 долларов. Ну вот точно, как ты показала на фотографиях. Это точно не разочаровывает. Как на фотографиях, так оно и в жизни. Ну и какая милая, стильная сумочка. Давай мы сейчас ее прицепим сразу. Давай. Класс, мне очень нравится. Но я думала, она будет больше. Но она вообще для океанов, я думаю, такая. Какая разница? Нет, можно просто... А я знаю, что больше всего люблю в сумочках. Я сразу лезу смотреть. А как там внутри? А есть ли там какие-то карманчики? А что там вообще есть? Есть что-то? Она тут закрывается? Подожди. А, да? Это как мешочек. Ага, оно вот так вот. Раз, может? Чтоб не выпало, да? Интересно. Я никогда не видела такого дизайна. Поближе. В общем, внутри никаких карманов нет, она просто такая. Как мешочек. Да, но она вот так вот закрывается. Очень женственная. Опа. Это все прячется внутрь. Да, мне очень нравится. Все, и можно так бросать в машине. Очень нравится. Такое все плетеное. Все, не разочарована. Я вообще в шоке пока что. Мне все нравится. В конце мы примерим. Шортики, туфельки. Сумочку. Сумочки. Окей, твоя очередь. Давай. Там есть еще одна сумочка. Еще одна сумочка? А это, наконец-то, твой подарок. Я брала. Наугад. Мы собираемся, может быть, поехать на океан. И вот это как бы тоже ближе к океану. Но можно и так носить, если ты решишься. Что-то зелененькое. Мама это вообще не видела. Ни цвета, ни дизайна. На, открывай. А что это? Сейчас узнаешь. Так. Явно одежка. Ни туфли, ни сумочка. По длине отлично. Да, длинненькая. Все, в конце померяем. Я свой этот сет. И мама свое платьишко. Очень красивая штучка. Спасибо большое. Пожалуйста. Так. Следующее. Я так смотрю, смотрите. Очки уже там уже. Ну, конечно. А где? Кому они больше подошли? Так. Ну, что же. Я там очередь. Твоя очередь. Я тянула уже. А. Платье. Так. Вот туда, вот туда, вот туда. Поглубже. Что-то маленькое. Маленькое. Маленькое давайте. А, это для телефона держалка такая сзади. Правда? Нет. Это за полос. Дай я уберу. Отживай. Как его распечатать? Давай на ошибках. За пару долларов кейс. Новый для телефона. У меня кейс уже месяцев 7. Один и тот же. Непорядок. Вот. А этот, наверное, для него такой будет клип. Грипп. Он называется. Грипп на английском. То есть держалка, да? Вот так будешь держать. И его надо вот так. Вот. А. Я не знаю, он испытал дуб, но у меня раньше был такой. Ну, попробуешь. Но этот какой-то громоздкий слишком. Вот такой, видите? Вон, видите, сзади розовый. А, и спереди тоже. Ну, посмотрим. Ты прицепишь на свой телефончик, а я своим сниму, да? Да, я люблю вот такие держалки обязательно. Я не знаю, как люди без них живут. Как ты без них живешь? Я не знаю, существуют. Это очень удобно. К нему где-то будет кейс. Но вряд ли они подходят друг к другу. Так, ну что? А, следующая. А, ой. Ой, отвалилась. Я знаю, что такое. Да, это такой, я не знаю, как это сказать правильно, но, в общем, это лифчик без шлейчек, да? Лифкий, я бы сказала. Или на липучку. Да, он внутри. Давай я себе вот тут уберу. А, может, тут убирать и не надо. Подожди, подожди, я немножко пощупала. Он там. Ой, очень. Ой, какой стеки, да? Ой, такой аж... Как-то необычно. Ну, так. Он не липает, но он прилипает. Смотрите. Ну, это для летних платьишков, да? Если они нужны, чтобы нигде шлейки. Да, может, они тоже. Да, может, они как-то необычно. Но я не очень люблю лифчики в целом. Но я думала, оно будет поменьше, но он какой-то большой. Так, давайте приложим, чтобы вы как-то понимали. Ну, потом расскажешь, да? Это вот сюда подошло, Элени. Крепится. В общем, тоже пару долларов. И все, да. Ладно, я могу доказать в следующий раз. А можно ли возвращать? Конечно. Все, можно. Да, можно вернуть. В принципе, там 30 дней, чтобы вернуть. И вам без проблем вернуть деньги. Вот. Самое главное. Next, please. До сих пор еще так много там всего. Так, тянул что-то. Тянул что-то. Так все туда вместилось, я не знаю. Что это? Розовое. Я заказала что-то розовое. Что-то? Это для океана. Все, поняла. Готов, как океана. Мы же все еще едем на океан. На Флориду. Но это еще не точно. Это такой круг, кстати, хорошего качества. Мы в прошлый раз были на Чаростане, и очень не хватало такой досочки и все в этом на волнах плавать. Я думаю, что... Он резиновый, а он из хорошего качества. Нет, нет. Очень. Такой прорезиненная ткань, я бы сказала. Ну, она... Это вообще на ткань похоже. Не знаю, что за материал. Но выглядит качественно. Непонятно, что вот это. Это клей какой-то? Что-то клеили. Ну, я думаю, что надо надуть и посмотреть, оно держит или нет. Не надо ждать до океана. Чуть-чуть вернем. Да? Да. Закажем другое. Все-таки ты что-то заказала розовенькое. Розовое. А у тебя платье розовое? Ну, не прям, чтобы... Так, тяни. Я? Опять? Опять я? Опять я? Я согласна. А, это тоже сумочка. Как сумочка? Да, это тоже сумочка. Она смотрится как маечка. Нет, это такая сумочка. Маленькая. Боже, боже. Это кошелечек. Вот та, я думала, будет больше. И я думала, эта будет больше. Но у меня телефон такой складной, он точно вместится. Ой, какая она маленькая. Какая-то интересная. Ну, в тот же стиль, с бахромой. Да, я хотела такой вот. Тот же стиль, но она слишком маленькая. Не знаю, вряд ли я буду ей пользоваться. Покажи, что внутри, внутри. Давай посмотрим. Может, кому-то понравится. Именно такая. Значит, на кнопочке. Что там внутри? Тут влезет только карточка и телефон. Складной телефон. Кстати, для океана может хорошо. Складной телефон, карточка, помадка. Ну, опять, ну, вот на фотографии оно как-то было больше. Почти ничего. У меня такой купальник есть, между прочим. Ну, будем шарить. У меня такой купальник есть. Очень маленькая супочка. Ну, очень. Так, я снова вижу, что ты розовый. Я себе платье заказала. Розовое? Я себя не обделила. Ну, там надо показывать с сережками. Там я под платье это сережки заказала. Ну, ты немножко покажи, а потом будешь мерить. Мерю, да, потом с сережками. Ой. Вот такое платье. Сейчас откроем. Кто-то превращается в феечку. Оно мне очень понравилось на фотографии. Блин, только 5 минут назад говорила, что я не люблю розовый. Хоть бы не было большое, хоть бы не было большое. Небольшое. Вот такое милое. Посмотри. На одно плечо? Да. И здесь, ой, как и хорошенько. Вот, кажется, не может, подойдет липчик под этот. Да, да, да. Тебе нравится? Ой, мне нравится. Красивая. Красивая. Мне подойдет. И размер мой круче. Да. Так, я готова к океану. Я готова вообще. Да, уже крох купила, платье купила. Сумку мне купила. На очки нет, а не рассчитывая. Так, давай, ускоряется. Вот. Я заказала три сумки. Чтобы не рассчитывая сумочка. Сзади нет кармана. Ну, она аккуратная. Так, я что-то не рассмотрела, что там было внутри. Три отделения. Здесь карманчик, да, под карточки. Здесь отделение, здесь на замочке. Здесь черный. Здесь карманчики, под карточки. Так, ну. Хорошо, мне нравится. Так, это сразу же идет сейчас же. Идет вход, да. Сегодня идет. Сегодня же. Для меня самая классная сумочка. Это маленькая, где миллион карманчиков под замочками. Там без замочков. Для карточек, не для карточек. Я тебе дам ссылочку. Хорошо найдешь себе, да. Тянем. Там разные цвета были. Белый. Так, уже полегчало наполовину. А вот и чехол для моего телефона. Он стоил 2 доллара, я помню. Это одна часть. Он прям таким частичком. Да, у меня телефон стоил мой. Самсунг. Вот такой. Ну, какой-то странный чехол. Нет? Сейчас покажу. Ну, не очень. Ну, что-то. Твой лучше, честно скажу. Мне вот что-то не очень. Может, он на рисунке. Он не сильно-то будет защищать мой телефон. Ну, какой-то странный. Все. Тяну следующее. Возвращаем. Это уже маленькую штучку. Вот. Открывай. Браслетик. Я все открываю. Все, я и я. Это тебе под сережки. Нашло. Вот этот какой. Офигенный. А вот еще какой. А вот еще какой. Маленькая вот эта цепочка. Маленькую можно, да? Но на очень маленькую ручку. Вот это, да, правда, красиво. Очень, конечно. Вот. На малюсенькую ручку. Ну, ничего так, смотри. Это все вместе. А, это так, наверное, и носится. Да, оно может быть вместе. Это все вместе, да. Ну, красивое. Подсерьги. Ребята, какой я сайт откопала? Сокровища. Зачем вы смотрите распаковки амазонских палеток? Сокровища. Тяну, тяну что-то. Тяну. Опачки. Ну, это шлюпочки. Так, 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 так. Это такие просто шлюпки. Они только у меня дорогие. Померишь потом, да? Да. Вот такие аккуратненькие тоже. Может, скорее всего, для бича. Ну, посмотришь, насколько удобно. А чего тут вокруг ходить? Размер 42-й. Я не заказывала 42-й. Смотри, какие огромные лапти. Ну, если будут большие... Да, померю, да. У меня есть уже, я вижу, пару вещей на возврат. Давай. Будем посмотреть. Так, я следующую. Что-то черное? Я на что-то любимое. Среди беленького, бежевенького, розовенького. Я знаю, что это. Это тоже такая накидочка с бахромой. Там что-то. Здравствуйте. Еще один распаковщик. Еще один. Смотри. Это на мальчик. Подевается. Это такая жилетка, да. На джинсы, да. Ну, понятно. Серая сумочка. Даже больше на шортики. Так. На джинсике тоже очень красиво. Ну, я решила попробовать такой стиль. Твоя белая мальчика, да. Я никогда такого не носила. Попробуй. О, так у нас пока с моделей будет. Да, возможно. О, о, о. Класс. Хорошо. И тоже хочу ее померить. Можно? Так. А вот и Сережечки подъехали. Ой, как. У меня так много оранжевых вещей. Я ничего об этом не знаю. У меня и оранжевая маечка есть. Я хотела... И оранжевая юпочка есть. Я хотела такой свитый уже заказать оранжевый. Следующим заказом закажу. Такой более осенний у меня будет заказ. У-у-у. Вау. Они прям вот такие. Глаза бы мои на вас не смотрели. С вашими распаковками. Давай-ка, блин, покажем. Ай, красота какая. Ну, какова красота. Тра-та-та, тра-та-та. Я хочу еще розовенькие посмотреть. Там еще будут розовенькие. О, розовенькие. Сколько всего. Розовенькие. Ну, покласси. Ты розовенькие заказала. Что-то большое. Что-то... Тихо-тихо. И сумочка. Да. Это тоже стоило по 6-7 долларов. Представляете, еще одна сумочка. Уже четвертая. Тише, сиди. Сиди, малыш. Да. И чуть-чуть, да, люди. Вот такая сумочка. Ну, она тоже просто для пляж. А что внутри? Под сумочку. А что внутри? Под сумочку, говорю, под шляпку. Под шляпку. Замочек. Внутри ничего. Просто телефон сложится. Покажи. Парточку. Зато все видно, что там. Не надо, знаешь, это, рыться, да. Очень приятно. Знаешь, лучше это ставить, чем... Да. Хотя не знаю. Ну, это с похороной. Хорошо, посмотрим. Так. Ну, шляпку потом будешь мерить, я думаю. О, смотри, с веревкой. Как в детстве. Подбородок, да. Как эти китайские. Чтобы не унесло. Ой, она какая-то здоровая. Как будто мужскую голову. Так, где тут пених? У них есть размеры какие-то. Я думаю. Ну, какая-то она большеватая. Нет тебе. Давай сейчас спрятать ленту. А как ты чувствуешь, а мне никого? Как панамки, да. Не знаю, как пчел. Он тоже чувствует себя никого. Она какая-то здоровая. В общем, заказала тебе шляпку. Дайка, дайка. Слушай, хорошая защита от солнца вообще. От взглядов, да. Это как паранжа, два в одном. Так, подожди. Так, шляпка в минус. Она, знаешь, она просто не раз... Нет, она просто там широкая такая. Эрн, ты решил занять ей все внимание. Ну, что-то, как бы ее... Здравствуйте. Как не оденешь, она... Она не расправленная, да? Что там? Ну, если бы вот так как-то. Ну, ее надо расправить, возможно. В общем, шанс есть, но ее нужно положить, чтобы она чуть-чуть разлежалась. Вот так поставить на Эрне. Вот так, чтобы она... Да-да-да. Просто полежит. Смотрите, она как бы не бедовая. Ну, красивая, приятная. Да. Я думаю... Это у тебя... Ты специально подбирала сумочка, сланцы? Конечно. Я готовилась на океан. Слушай, мне кажется, у меня там человек пишет, пытается ко мне доехать, а я тут снимаю. Так, следующее. Да, я спешу на съемки. Следующее. Следующее. Я... Ааа... Почти все уже. Я знаю, что это. Я знаю, что это. Это такое уже casual style. Что значит casual? На каждый день? Нет, casual это такое более... На выход. Такой дерзкий. Не знаю, как... На выход в ресторан? Нет, casual это такой молодежный какой-то там... Ну, там надпись, не знаешь, такое... Показывай. Это такое платье. Я думаю, оно у меня большеватое. Ой, спасибо, дорогая. У меня не было такого платья. И оно... Подожди. Аморе. И оно вот здесь вот должно собираться... Поясочком. Поясочком. Да, подержи платье, я приделаю поясочек. Давай. И это типа платья. Слушай, мне нравится. Ничего, окей, хорошо. Следую, у меня есть. Есть в кабу. А вот и лайк, да, после меня. Да. Да. Мои розовые сережечки. Только прям малиновые. Не торопитесь события. Все, там уже нечего. А нет, нет, там еще что-то есть. Вот такие сережки. Ой, какие нежные, как пёрышки. Подходят под платье. Вроде, да, подходит. Очень подходит. Так, ты почему... К зрителям задом. Идеально, кажется, идеально. Все, я готова на дыш. Это вот дорогой ресторан. На крутой бич. Все, супер, мне очень нравится. Следующая. А это что, колечко? Кольцо со змеей. Кольцо. Ты мне будешь заказать следующее. Откуда ты знала, что мне нравится все со змеями? Ну, я же твоя дочка, мне тоже такое нравится. Откуда ты знаешь, что мне нравится? Кольцо, как будто бы... Яйцо динозавра. Да, яйцо динозавра. А это такса. Вот, это такса. Второе колечко, да. Сейчас я померю тебе, скажу, как мне подошло. Я не знаю, как тебе. Очень хорошо. Оно тебе нормально? Двое с минуты большеватые. Давай сюда. Очень хорошо подошло. Так, да. Давай мне с динозавра яйцо. Ну, померя, оно поджимается. Как оно поджимается? Оно сжимается немножко. На самый большой. Вот на этот померей, на указательный. О, ну так хорошо. Оно там свободно себя как-то чувствует. А, ну? Не, ну, покажи. Ну, какова красота. Это под тот драслетик. Последняя посылка, и мы, это, возможно, видео мы не заканчиваем, а мы заканчиваем распаковку. Так, это, кажется, что там какие-то подвесочки. Это подвесочка, да. Ну, как тебе? Выдайте на 150 долларов. На 350. На 350. Да, вещи хорошие. Поделим сейчас сферы влияния. Так, так, два в одном. Все, я поняла. Два в одном. Мне нравится. Ага. Ай, прямо под шею. А, как красиво. Я покажу поближе. Боже, все желтенькое. И желтые сережки. Сейчас я все это на себя одену. Попозже. Все и сразу. Да, я должна выбрать на съемки, но мы... Все три-четыре сумки, да? Да, мы это все померяем. Слушай, может быть, мы примерим в следующем видео, чтобы не затягивать. Конечно, конечно, да. Отдельно будет у нас показ модели. Включим музычку. Погнали, девочки, работаем. Слушай, давай мы сейчас все это выложим на кровати и покажем все вместе. Давай. Да? Да. Ну что, вот вся распаковка. Сумочки, шортики, платьица. Да, вон нам кофта внутри все это стоит. Феечка. Феечка еще. Еще же феечка, да. Так много всего. Ну что, пишите в вашем комментарии, как вам такой формат, как вам такая распаковка. Ну, а в следующем видео мы уже все это примерим. Вот, так что спасибо. Покажу вам. Да, красоту. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Всем пока. Продолжение следует.